Да, им было страшно. Работает, ну вот буквально, ну вот два раза он проезжает, он запомнил, где она стоит, да, и она перестает работать. Он знает, что он деревянный, он перестает на него реагировать. Сейчас я объясню. Они очень похожи на детей. Вот сейчас издалека, если на фотографии показать, вот тут сидящие люди даже не поймут, что это фигура искусственная. Что меня пугает, да, то есть из-за того, что они очень похожи, то есть вот мы с вами как нормальные водители, мы, на нас, у нас будет реакция адекватная, да, то есть мы будем понимать, что тут пешеходный переход, где переходят дети, да, то есть мы будем снижать скорость. А те, которые на это плохо реагируют, да, то есть они будут так смотреть, там все время фигурка стоит, кто не настоящий человечек, да, он поедет. И не дай бог ребенок побежит в этот момент. То есть меня одно смущает. Их можно как-то стилизовать, чтобы это было понятно, что он не настоящий. Смотрите, тут, во-первых, по правилам установки, она же тоже становится, ну, не впереди пешеходного, да, за которым может спрятаться ребенок, она, ну, как бы, за пешеходный переход. Нет, ну, я на фотографии видел, они прямо на пешеходном стоят, прямо перед ним. Нет, нет, они вот за полосой, за зеброй, ну, опять-таки, ребята, ну, давайте честно, у нас зебр много в Киеве. Вот пешеходный переход, там зебра есть, нету зебры, знак, если его видно из-за дерева, то, может быть, человек уже знает, что там был какой-то знак. То есть вот таких каких-то там, ну, вот, хорошо оформленных пешеходных переходов не так-то и много. Отсюда эта идея. В центральных районах окей, может быть, зебра и вырисована, и отчетливо видна. Я просто к чему веду, смотрите, вот у нас есть вот на Бессарабке зебра, светофор, да, тут придурок проехал, сбил насмерть девочку, да, десятилетнюю, буквально вот месяц назад, да. То есть его ничего не останавливает. Да, вот ему, вот его вообще ничего не остановило, да, то есть мы же для чего это делаем? Не для тех людей, которые, ну, адекватные, они так адекватные, они понимают, что рядом школы нельзя быстро ехать, они понимают, что там дети переходят, да. Мы делаем для тех людей, которые вот слегка не понимают, где они находятся, да, на дороге. И для того, чтобы больше уделить внимание, то есть, и вот мне было бы интересно, чтобы этот знак как-то вот больше нес информацию, что именно дети здесь бегают постоянно, да. Ну, здесь что, да. То есть значок, который вот нарисован стандартный мама с ребенком, да, то есть он сразу нормально, то есть дает знак, да, то, что здесь дети перебегают, что-то происходит внезапно, да. А эта фигура меня вот наоборот, ну, как бы, ну, пока сейчас пугает, она может расслабить другого человека, он к ней привыкнет. Он не отреагирует на ребенка ни боковым зрением, да, то есть он до такой степени может привыкнуть, что она там стоит, что когда будет реальный ребенок, он его вот воспримет просто как фигурку. Я почему говорю, что, то есть в моем понимании фигурка наоборот не должна быть похожей на ребенка. То есть она должна его символизировать, но так, чтобы она, она просто реально, она же объемная полностью, то есть те, кто не видел, она полноценна, то есть с метров 50 в темноте вообще его от реального не отличишь, если он не светится. Окей, тогда человек притормозит, потому что, может быть, даже небо там зебры на там переходе. Если он будет знать, что она там стоит, я к чему веду, первый раз затормозит, второй раз затормозит, как было с полицейскими машинами фанерными, да, а на третий раз он будет думать, что это не человек, это фигурка. То есть их требует просто по месту пересталять по ризных пешеходам, чтобы за речку. Да, да, чтобы они меняли дислокацию, то есть я к чему иду, если к ним привыкнут,